Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Сегодня, поскольку понедельник, для этого дня состоится традиционный вебинар, правильный понедельник и параллельный еще стрим в указанном телеграм-канале. Если есть возможность, друзья, подключиться, буду рад вас всех видеть, потому что сегодня мы будем обсуждать тот топик, который выберете вы, ту тему, которая кажется интересной именно вам в прямом эфире. То есть традиционно перед началом эфира мы проведем голосование в нашем телеграм-канале, предложим несколько тем, соответственно, по разным финансовым активам, даже разным сегментам финансовых рынков и поучаствуйте в опросе. Нам очень важно, друзья, понимать, какие инструменты представляют наибольший интерес для вас, потому что от этого, собственно, зависит содержание контента, который мы готовим вам, и от этого зависит именно тот объем информации, который вы в итоге будете получать по, в целом, ситуации на финансовых рынках, необходимой для принятия торговых решений. Ну что ж, я, будучи человеком, который привык визуализировать, заранее настраиваюсь на очередную плодотворную неделю и на то, что нам удастся снова поработать с трендами именно с точки зрения правильного выбранного ориентира, направленного на укрепление позиций доллара и слабости рисковых активов. Заранее, опять же, оценка экономического календаря лично меня не испугнула в плане того, что, может быть, стоит отказаться от доллара на какое-то время и занять выжидательную позицию. Я сейчас, друзья, абсолютно уверен, что не время рассматривать какие-то альтернативные сценарии поведения, самое время работать по тренду. Если вы этого, конечно же, еще не сделали, ну не расстраивайтесь. Я думаю, что тренды, они не то чтобы только начались, но дают возможность еще на них заработать. Если, опять же, еще вспомнить прогнозы от инвестбанков по индексу доллара, когда индекс американской валюты ожидают в районе 178 понтов. То есть даже без плеча эта сделка может быть крайне привлекательной, если купить индекс доллара с текущих значений. К тому же, это инструмент без свопов, поэтому каких-либо издержек в плане торговой активности сопутствовать не будет. Соответственно, по тем активам, за которыми мы наблюдаем. Я думаю, можно начать как раз с индекса американского доллара, 104,66 пунктов в моменте. Мы начинаем эту неделю с вновь подтвержденного статуса доллара как защитного актива. И понятно, что доллар пользуется поддержкой на фоне очень неясных и туманных перспектив мировой экономики. Причем причиной ухудшения этих перспектив являются события в Китае, события в Восточной Европе, полномасштабный вселенский, скажем так, кризис, связанный с энергетикой, влияющий на ситуацию с инфляцией. Инфляция то, что бьет по экономикам, заставляя центральные банки вмешиваться, ужесточать монетарную политику. Действительно, сейчас очень непростые условия, буквально еще не несколько месяцев назад мы наблюдали за последовательным восстановлением мировой экономики, которое наблюдалось на фоне и осуществлялось на фоне мер экономического стимулирования со стороны центральных банков. Сейчас все изменилось. Мы видим то, что региональные экономики переживают серьезные экономические трудности, по сути, во многих странах маячит риск рецессии, и все это сопровождается действиями центральных банков, которые отказываются от мер экономического стимулирования, потому что опасаются еще большего роста инфляции. И начинают бороться с этой инфляцией, повышая ставки, сокращая портфель, а те, кто еще не сделал этого, то отказываясь от программ количественного смягчения. Поэтому ситуация в корне изменилась. И те, кто сейчас копает глубже, смотрит на перспективу, конечно же, они видят в действиях центральных банков в факте повышения процентной ставки то самое препятствие, которое может стать непреодолимым для этих самых региональных экономик. Я вот так клоню к ситуации в США, где, как вы помните, уже несколько недель подряд прогнозируют неизбежную возможность наступления рецессии. Я приводил даже статистику, друзья, что за последние 100 лет, ну 70, если быть точными, каждый раз, когда Центральный банк США начинал ужесточать монетарную политику, в 11 случаях это приводило к жесткой посадке. Это, по сути, есть рецессия. И только лишь в двух случаях Центральному банку удавалось правильно лавировать и в итоге не провоцировать какие-то экономические потрясения. Ну, действительно, статистика, как говорится, в пользу того, что большая вероятность того, что повторятся снова плохие времена и вот этот сценарий, который предполагает рецессию. И ровно до тех пор, пока на рынке сохраняются все вот эти опасения, от доллара не откажутся, друзья. Поэтому я вам тоже рекомендую пока что покупать индекс доллара с целями 106-107 пунктов. Мы до туда точно доберемся. Особенно еще и в свете последних данных по инфляции, которые вышли на прошлой неделе в США. Да, она снизилась с 8,5% до 8,3%. Но, как я и говорил, друзья, что как только наступит тот самый момент, когда мы будем анализировать уже майскую инфляцию, у нас будет причина говорить о неизбежном росте индексов потребительских цен. Потому что в мае бренд WTI растут, обновляют локальные максимумы. Бренд уже тестирует 110 долларов за баррель. Стоимость топлива на внутреннем американском рынке, если говорить о сождестве самого популярного топлива, региола перевалила за 4,3 доллара за галлон. Это исторический максимум. В некоторых штатах и вовсе значение еще выше. Стоимость поддержанных автомобилей растет, потому что сохраняется кризис полупроводников, срывы цепочек поставок, пересмотры планов по логистике. Ситуация с Китаем, где тотальное замедление экономической активности из-за того, что никак не удается решить проблему, взять под контроль распространения ковидной инфекции. И это все как снежный ком копится. И те, кто все-таки следит за инфляцией, для них вот этот набор факторов, это и есть доказательство того, что инфляция это то, что еще не позади, друзья. Это то, что прям шагает сейчас вровень с мировой экономикой и заставляет тех, кто расценивает торговлю на финансовых рынках, как на торговле активами, которые можно покупать во время кризисных времен, то есть это риск инструменты, или активы, которые нужно, опять же, которым нужно отдавать предпочтение, если не хочется работать с риском, защитные активы. Сейчас вот все делится на риск и защиту, и в таких условиях, конечно же, очень опрометчиво, друзья, вкладывать средства в риск актива. Поэтому я предлагаю покупать доллар, я предлагаю шортить европейскую валюту, которая сейчас скотируется уже ниже уровня 1.04. Напоминаю, что наши цели 1.03.20, я думаю, что не будет ошибкой и не будет слишком смело с нашей стороны, если мы попробуем добраться до этой цели в рамках текущей недели. Главный риск и главная угроза, главная причина, почему евро останется под давлением, это усилившийся кризис в плане отношений России и Европы после того, как Газпром принял решение прекратить поставки через газопровод Ямал-Европа в Польшу, из-за того, что Польша отказалась оплачивать углеводороды в рублях. Соответственно, именно такой шаг доказывает, что страны и стороны не очень-то идут на возможности поиска каких-то альтернативных путей нахождения общего знаменателя и деэскалации самого факта кризисных отношений. И, может быть, для тех, кто смотрит наперед, конечно же, такой факт именно и стиль ведения диалога указывает на то, что худшие времена еще не позади. Поэтому я считаю, что европейская экономика на пороге рецессии. Мне не нравится то слово «стагфляция». Она звучит как-то не так серьезно, что ли, как рецессия. Поэтому, с вашего позволения, я буду все-таки употреблять термин «рецессия». Именно к рецессии валютный блок идет уверенным шагом. И, соответственно, еще один скачок цен на топливо приведет к еще большему росту инфляции, еще сильнее ударит по потребительской активности, по экономической активности и поможет нам добить до той цели по евро-доллару, который я обозначил. Британская валюта 1,2236. Ждем на планке 1,20. Кризисная ситуация тоже в плане статистики и рецессия усиливается, потому что последние данные очень сильно аренчаровали по промышленному производству и темпам экономического роста. Ждем, собственно, замедления экономического восстановления. Ждем, что это повторится 2-3 месяца и будем констатировать вместе с Банком Англии рецессию. А также неготовность регулятора к дальнейшему повышению процентной ставки. Это поможет нам прокатиться еще вниз по факту развития нисходящего ралли. Золото. Цель мы сделали. 1,800. Это была наша прямо долгосрочная цель. Сейчас предлагаю золото на какой-то период времени оставить в покое. Очень неплохо мы на нем заработали. Ну, просто небольшая ремарка для тех из вас, которые все-таки еще в коротких позициях. Я думаю, что снижение продолжится, но в снижениях я уже участвовать не буду. Американский фондовый рынок, конечно, шортим, как и раньше. По S&P цели уже 3800-3700 пунктов. Почему бы нет, если уж все так говорят о возможной рецессии. И рынок нефти 109,74 доллара за баррель. По Brent'у я по-прежнему сторонник того, что сейчас нужно отыгрывать идею дефицита предложений. Особенно после последнего доклада Международного антического агентства, где четко по полочкам разложили, насколько вырастет спрос, насколько вырастет предложение, каким будет показатель спроса и каким будет показатель предложения. Напоминаю, что спрос на нефть в этом году по последней оценке экспертов Международного антического агентства 9,4 миллиона баррелей в сутки, предложение 9,2. Отсюда простая, логичная ставка на то, что можно работать дальше с тем, что спрос будет существенно превышать предложение, и можно покупать Brent'ы WTI с целями, в частности по Brent'у 115-120 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошая вам торговая неделя. Она только начинается. Буду держать вас в курсе событий. Снова, собственно, делаю акцент на наши ежедневные брифинги. Всем пока!